Доброго времени суток мои дорогие зрители. Зола осенью, кому она нужна, а кому противопоказана. Зола – одно из самых распространенных удобрений. Она натурально безопасна, насыщает почву калием, фосфором и кальцием, раскисляет ее и защищает растения от вредителей. Золой удобряют едва ли не круглогодично в дачный сезон, весной во время посадок, например под картошку, летом для борьбы с вредителями, от слизней на капусте и клубнике, а осенью – для насыщения почвы минералами. Однако не всем такая подкормка будет полезна. Некоторые растения положительно отзываются на нее, а кому-то она может и навредить. Кому нужна подкормка золой? По осени, я подкармливаю золой едва ли не все растения, которые остаются на зимовку, за исключением тех, кого перечислю в следующем пункте. Клубника – для защиты от слизней и улиток. Просто рассыпаю золу вокруг кустиков. Плодовые деревья, вишня, слива, зола насытит почву калием и фосфором, что поможет перенести растениям зиму, плюс раскислит почву. Деревья я подкармливаю жидким удобрением 3-4 раза в год, развожу 2-3 стакана золы, в ведре воды, настаиваю несколько часов и заливаю в борозду в приствольный круг. Кустарники, смородина, крыжовник – им зола нужна тоже для повышения иммунитета и снижения кислотности почвы. Можно внести удобрение в сухом виде, пару стаканов в борозду по периметру кроны, потом ее присыпаем землей. Малина, ей зола тоже не помешает, но удобрение потребуется меньше, полстакана будет вполне достаточно. Многолетние цветы, именно те, которые предпочитают щелочные и слабокислые почвы, пионы, лилии, астры, хризантемы, розы. Кто не любит золу? Однако есть некоторые растения, которые подкармливать золой не рекомендуется. Это те культуры, которые любят кислые почвы. По осени, не стоит вносить золу под рододендроны, гортензию, азалию садовую. Эти растения предпочитают кислую почву, так называемые ацедофилы. Также повышенную кислотность любят щавель и редис, поэтому если у вас заготовлена определенная грядка под эти растения, не стоит посыпать ее по осени золой. Итоги. Зола. Замечательное универсальное удобрение, а главное, что натуральное и доступное. Ее, любят, фактически все культуры, кроме тех самых растений и ацедофилов. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваше мнение в комментариях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok